Полевском будет река времени. Так называется предварительная концепция проекта благоустройства коммунистической, который сегодня собравшимся презентуют специалисты Московского центра урбанистики. Прежде чем это сделать, молодые архитекторы несколько недель трудились, обрабатывая опросы и анкеты жителей нашего города. А 27 февраля провели встречу, где каждый смог озвучить свою точку зрения, как должна выглядеть центральная улица родного Полевского. Нам сейчас необходимо достичь цели, часть улицы наполнить какой-то досуговой зоной, может быть, не столько досуговой, сколько зоной отдыха. Поскольку у нас на этой территории находятся две школы, памятник солдату, то есть должна быть учтена и патриотическая нотка, должны быть сделаны какие-то комфортные, так скажем, транзитные зоны для передвижения школьников, может быть, для проведения каких-то пленеров, выставок, еще чего, то есть чтобы территория у нас была наполнена смыслом. Наполнить территорию смыслом предлагается с помощью неких артефактов. Так, к примеру, в сквере между домами 1 и 2 предполагается установить бюсты и скультуры неких исторических персонажей, будь то Петр Первый или Василий Татищев, горнозаводской начальник уральских заводов, в том числе и Полевского, найдется здесь место и инсталляции из северских труб. Второй же рэперной точкой в благоустройстве центральной улицы города станет школьная площадь. На площади перед входом здания, чтобы не занимать саму территорию площади для проведения линейок, предлагается с помощью мощения выложить формулы стали и чугуна, напротив входа в школу высадить цветник, в который предлагается установить номер школы из труб. Плюс к этому малогабаритные деревья и организовать зону кратковременного отдыха. Стоит сказать, что проект благоустройства предполагает масштабное озеленение. Речь идет о замене старых тополей на яблони и другие цветущие полноразмерные, но гипоаллергенные деревья. Плывем дальше по реке Времени. Площадь Победы делится на две основные подзоны. Площадь для мероприятий и мемориальная зона. Площадь напротив солдата будет увеличена за счет переноса парковочных мест, что увеличит пространство для проведения мероприятий и визуально расчистит площадь, откроет вид на мемориальную зону с памятником. Здесь мы планируем разместить места для отдыха и макет маховика. В мемориальной зоне историческим доминантом есть и остается памятник неизвестному солдату. Он неприкосновенен. Здесь предлагается акцентно подсветить саму фигуру и имена фронтовиков. Позади же мемориального комплекса, напротив фасада 14-й школы, хотят высадить цветущий кустарник. Более комфортные условия для учащихся школы. То есть предусмотрены скамейки, новые тротуары, озеленение. То есть все это улучшит, облагородит, окружает, скажем так, центр, площадь. Станет более комфортнее. Более комфортные условия будут как для жителей, так и для учащихся школы. А на этом месте предполагается разбить ландшафтный сквер. Это будет самый зеленый участок улицы. Согласно предложенной концепции проекта, предполагается расширить пешеходную зону, создать многоуровневое озеленение и крытые зоны отдыха для полевчан с навесами от солнца и дождя, исторически отсылающие нас к баркам, на которых когда-то сплавляли грузы по Чусовой. Рядом расположится игровая зона для взрослых и детей, шахматные столы и лазалка, что также плавно переносит нас к тематике спорта, относящейся к дому спорта. Кроме того, существующий рынок предлагается оформить с помощью установки прилавков. По пути следования пешеходных дорожек на реке Времени предполагается установить стенды для сменяемых выставок, тема которых может быть различной – экология, современная промышленность, рабочие профессии или фотографии коммунистической в разные периоды времени. Название проекта «Река Времени» найдет свое отражение в мощении пешеходных и досуговых зон. Они будут выполнены в виде волн реки. Кроме этого, на центральной улице Полевского найдется место и велодорожки. И велодорожка идет напрямую, немножко загибается на площади, чтобы расчистить вот эту часть. А пешеходная дорога, она так и продолжается идти. Вот здесь, вот около фасада. Где у нас ландшафтный сквер, она здесь немного разделяется на две. Так как мы не можем убрать вот эту часть, потому что она очень часто используется, поэтому ее оставляем. Единственное, что она не будет главной уже улицей, то есть она будет уже являться второстепенной. А именно прогулочный маршрут будет начинаться от середины и будет продолжаться на протяжении всего участка улицы. Если говорить о дизайн-решении, то оформлении адресного хозяйства и нумерации школ предполагается использовать северскую трубу. Жители города ставят под сомнение это арт-предложение. Вот эти вот трубы, они у нас и в автомобилях ездят, перемещаются, мы их наблюдаем. Они находятся где-то на площадках, складируются. Ну сколько это будет... Ну это как раз показать, что труба может быть не только... Ну вы говорите, мы вас отсылаем. Ну мы и так это все знаем. Это у нас каждый день происходит, каждый день выплатки, трубы и так далее. Полевчане предлагают взамен трубы вечно зеленой топиарей, а еще беспокоятся о функциональном освещении коммунистической. И если уже создавать комфортные и благоустроенные места для жителей, то начинать нужно именно с фонарей. Функциональное освещение будет в любом случае добавляться, потому что сейчас не хватает столбов освещения. Пешеходная часть тоже добавляется, потому что в прошлый раз был запрос о том, что очень темно и очень много небезопасных мест. Соответственно, особенно там, где у нас сквер. Из-за того, что там еще больше озеленения предусматривается, будет, конечно, увеличивается освещение. По поводу акцентного освещения, оно добавляется на площадь Победы, потому что нужно подсветить нашего солдата, потому что это праздничное такое для мероприятий место. Дмитрий Коробенников поясняет, в проекте все будет и свет, и урны, и десятки скамеек для отдыха полевчан. Ограждения есть, ограждения, которые разделяют проезжую часть и пешеходную зону. Планируется зеленая, то есть зеленая зона, не вот эти металлические наши, которые нас уже, честно говоря, очень серьезно утомляют и своей эстетикой, и ее отсутствием, и, соответственно, функционально. А здесь зеленые ограждения тоже мы предусматриваем, для того, чтобы, причем это и функционально будет работать, и с точки зрения уже восприятия пространства окружающего гораздо приятнее будет. Коммунистическая – одна из главных артерий города Полевского. Здесь большой транспортный поток, много пешеходных переходов, две школы под улицей проходят энергосети, и чтобы победить во всероссийском конкурсе, необходимо учесть все эти нюансы. Важно сделать не просто благоустроенную территорию, но и интересную нам с вами. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала. Субтитры создавал DimaTorzok